Стартовало празднование Международного дня мира в Брестской крепости, и в этом есть особый символизм. Более 70 лет назад здесь за свободу и независимость граждан в неравный бой с врагом вступили солдаты тогда еще большой страны Советского Союза. Сегодня подвиг воинов цитадели живет в сердцах молодого поколения брещан. Они помнят тех, кто подарил им мирное небо над головой. Акцию памяти у Вечного огня провели представители Российского Центра науки и культуры. Вместе со школьниками и ветеранами вооруженных сил они почтили минуты молчания всех тех, кто погиб в крепости, а в небо запустили шары с именами тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году у нас участвовало две школы. Это гимназия номер 6 и школа номер 20. В этом году к нам присоединились еще две школы. Средняя школа номер 18 и средняя школа номер 1. И мы надеемся, что круг этих ребят будет все шире и шире. Праздник в этот день проходил на нескольких площадках Бреста. Самым большим мероприятием стало торжество у стен Грибного канала. Танцевальное шоу, флешмобы, вокальные номера – все это дарили гостям праздника юные таланты со всего города. На площадке перед спортивным комплексом собрались сотни тех, кто считает, сегодня тема мира звучит как никогда острая и так важно, что в Беларуси царит спокойствие и взаимопонимание между гражданами. В память о жертвах военных конфликтов разных лет брещане выстроили своеобразную аллею из лампадок с зажженными свечами. Рады, что присутствуем на таком мероприятии. Здорово, что наш Брест организовывает такие встречи. Хочется, чтобы все было хорошо, чтобы мы улыбались, чтобы все радовались жизни, чтобы росли детки веселые, такие дружные, чтобы все-все было хорошо. Все люди были объединены, как-то помогали друг другу. Поддержали празднование и спортсмены. За мир во всем мире они проехали и пробежали по маршруту вдоль Грибного канала. Главное, чтобы не было войны и все жили мирно, счастливо. Отдельная благодарность, это, конечно же, нашим участникам танцевального флешмоба, нашим и бегунам, роллерам, велосипедистам. Они сегодня также, они показали, что в рамках нашего мероприятия можно запросто все это осуществлять. И в следующем году мы непременно реализуем это еще и шире.